Те, кто голосовал против, имели на это полное конституционное право, как и те, кто выступал за. Кстати, в эти дни много внимания было уделено городским избирателям. Мы же решили посмотреть, что происходило в селах, потому что именно там местные меньше зависят от бюджета, от начальника госслужащего. Люди привыкли надеяться больше на себя, чем на государство, а значит выборы их могли привлечь, если предлагаемое хоть как-то откликнулось с их собственными ожиданиями. Екатерина Белоусова расскажет и покажет, как видят будущее казахстанцы на селе. На референдум как на праздник. Именно так жители Пришимки подошли к голосованию. Единственная местная школа превратилась на один день не просто в избирательный участок, а в настоящий центр досуга. У входа расположилась ярмарка, а сельчан встречали свежей выпечкой. Когда хлеб на столе, значит мирное небо, правда? Да. Всем я оживаю, вот сегодня все, кто участвует на празднике, референдум. Это один из самых, наверное, хороших, приятных праздников для всего народа. И пусть всегда у людей будет хорошее настроение, прекрасные баурсаки, вдобавок с мясом. И чтобы мы всегда встречались за нашим казахским круглым столом. Сельчане шли на голосование целыми семьями. Избиратели встречали не только, как говорится, хлебом и солью, но и танцами. Были на ярмарке, были очень вкусные баурсаки, также напитки, чай, мясо. Было очень вкусно. Мы сегодня с хорошим настроением пришли на голосование. Ждем все-таки изменений в пользу народа. В избирательной комиссии работает пятеро человек. По традиции, этот рабочий день будет для них одним из самых продолжительных. Приступили к работе здесь с шести утра, а к семи у пункта уже наблюдалась очередь. Первая активность была где-то с семи до восьми. Потом уже постепенно народ, как говорится, уже хозяйство, как вы знаете, в деревне держит без хозяйства никак. Поэтому они после управы уже подходили. На нашем избирательном участке 339 избирателей. На данный момент, два часа дня, уже 70% проголосовало. Конечно, в селе от большой политики многие далекие живут своими насущными проблемами. Многие сельчане, судя по всему, не изучали досконально все поправки, которые предполагается внести. Но, по их словам, достаточно было даже одного пункта, ради которого они и пришли проголосовать за. В Конституцию Казахстана хотят дополнить изменения, например, 56 пунктов. И самое хорошее, всем народам, мне кажется, понравилось то, что ближайшие родственники не могут занять место в, например, высоких постах. В стране происходят изменения. И мы решили поддержать страну, в общем-то, если так разобраться. Допустим, решение вот насчет кумовства, вот это вот, ну, это, в общем-то, основное решение получается. Президентскую, допустим, власти разделить ее с правительством, то, в общем-то, это нормально. Я первый раз голосовал, было достаточно интересно принять участие в этом. В следующем году приму. По предварительным данным, явка на референдуме в селе Пришимка составила больше 80%. Из них за поправки в Конституцию проголосовали 70%. Скажу пару слов о составе местного электората. Из 339 человек, пенсионеров порядка 70. Все остальные люди трудоспособного возраста. В целом, здесь говорят так. 5 июня был днем, на который мы возлагаем большие надежды и ждем реальных перемен. Сельчане, как никто другой, понимают, что легкого пути к процветанию нет. Но они готовы внести свой вклад. Екатерина Белоусова, Дмитрий Рура, Студия 7.